Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В пятницу я был на встрече, которая была организована открытием для крупных инвесторов, на которой рассказывалось про евробонды и там были, значит, идеи некоторые инвестиционные по евробондам. На эту встречу были приглашены инвесторы, которые обладают, ну, не маленькими деньгами, ну, скажем так, от миллиона рублей до десятков миллионов долларов. И почему я, ну, я пока на пути, я пока из тех, кто в самом низу с миллионами рублей пока. Вот. Но, тем не менее, почему я туда поехал? Есть такое понятие, как в эзотерике, эгрегор. И что такое эгрегор? Эгрегор — это, ну, как бы сознание большой группы людей. И очень важно, чтобы войти в эту группу людей, надо подключиться к их вот коллективному эгрегору, к коллективному сознанию. То есть, понять, как они мыслят, какими категориями, какими терминами, какие у них проблемы есть и каких проблем у них нет. И, ну, чтобы вот жить такой же жизнью, как они. Вот. Поэтому я поехал, мне это было очень интересно. Вот. И пусть я еще не инвестирую, только подумаю о том, как инвестировать в евробонды, еврооблигации. Ну, конечно, мне это было, во-первых, интересно просто с точки зрения подключиться к этому, во-первых, сознанию. Во-вторых, мне было интересно сами идеи. И некоторые из евробондов, они доступны уже, ну, мне, естественно, доступны, потому что, ну, там есть евробонды от тысячи долларов, но речь шла все-таки о других, которые от 100 тысяч долларов, от 200 тысяч долларов и далее. Вот. В основном речь шла о таких евробондах. Ну, ну, а теперь немножечко о сути. Что такое евробонды? Евробонды – это облигации, которые номинированы в иностранной валюте. И почему они называются евробонды? Потому что они зарегистрированы в европейском, ну, в Европе, в европейском законодательстве. Как правило, в Лондоне, ну, практически все в Лондоне регистрировались евробонды. И все споры по евробондам решаются именно в высоком суде Лондона, который по ну, ну, общепризнанно является самым независимым судом в мире. Ну, в частности, например, когда, помните, Россия дала Украине вот эти 3 миллиарда долларов, то это было оформлено как евробонды. И после того, как Януковича свергли, они начали говорить, что мы не вернем эти деньги, что это была взятка, типа, и так далее. Высокий суд Лондона постановил, что, не, ребята, вот есть вещи, которые святые, и их надо выполнять, несмотря ни на что. Вот. Поэтому здесь вот именно так все и действуют. Но, так сказать, не будем отвлекаться. Евробонды бывают, что я, вот сказать, ну, как бы о чем речь шла. Евробонды бывают суверенные и квазисуверенные и корпоративные. Что это такое? Суверенные евробонды – это государственные ценные бумаги, государственные облигации. Квазисуверенные – это бумаги компаний, ну, в которых большая часть принадлежит государству. Ну, и корпоративные – это просто облигации компаний крупных. Вот. И евробонды не обязательно могут быть российские совершенно, совершенно не обязательно. Речь шла, естественно, в первую очередь о российских, ну, потому что, во-первых, брокер российский, во-вторых, это крупнейший брокер, он там завязан на Центробанк, поэтому они, в общем-то сказать, агитируют на вложение в российские ценные бумаги, естественно. Но есть возможность вкладываться, и были вопросы о том, как вкладываться в иностранные ценные бумаги, в иностранные евробонды. Разница между суверенными и корпоративными облигациями для нас в том, что мы имеем по суверенным российским обязательствам очень большие льготы, во-первых, налоговые, но, с другой стороны, это компенсируется низкой доходностью по этим евробондам. То есть здесь, в принципе, разница небольшая. Какие льготы? Ну, что я узнал? Льготы следующие. Валютная переоценка. Что такое валютная переоценка? Ну, скажем, я покупаю какие-то облигации, там, ну, предположим, на 100 тысяч долларов, и в этот момент доллар стоит 50 рублей за доллар. Спустя, скажем, год-два-три я продаю эти же облигации, и в этот момент доллар стоит 70 рублей за доллар. И я продаю по той же цене, за 100% от номинала купил, за 100% от номинала продал. В принципе, я в долларах никакой прибыли не получил, я получил только купонный доход. Когда я продаю эти облигации, то, в принципе, в долларах я ничего не заработал. В рублях получается, что я купил на 5 миллионов рублей облигаций, а продал на 7 миллионов. Так вот, с разницей в 2 миллиона рублей с корпоративных облигаций налог возьмется, с суверенных налог не берется, просто по нашему российскому законодательству. Так принято. То есть, вот так принята вот такая налоговая льгота. И, насколько я помню, на купонный доход тоже не берется налог 13%. Вот. То есть, есть такая большая разница. Но, опять же, на суверенные доходность будет ниже, чем на корпоративные или квазисуверенные. Вот. Что еще я услышал интересного там? Ну, там было очень много технических терминов. Да. Если вы хотите подключиться к этому эгрегору, так сказать, послушать, там масса-масса технических терминов было не очень интересно, не очень зажигательно. Я вел там съемку и мне разрешили ее выложить с условием, что там не будет видно лиц участников, потому что, ну, есть закон о персональных данных. Поэтому, поэтому я просто закрыл участников своими баннерами. Видео очень неинтересное, но, тем не менее, очень информативное, потому что, ну, там масса технических терминов, я массу всего нового знал. Ну, в частности, там выступал, ну, просто ведущий специалист по облигациям от открытия брокер. Он не очень красиво говорил, но очень много интересного сказал, тем не менее. Вот. И второй спикер, который был, он как раз предлагал те продукты, которые предлагает открытие брокер. Да, есть евробонды, которые покупаются на московской бирже. Их можно купить там от, ну, обычно это в районе тысячи долларов за штуку. Одна облигация, это вполне доступно, ну, широкому кругу из нас, так сказать, нет проблем. И, скорее всего, я куплю. Я к ним присматривался, кстати, и у меня были вопросы такие. Вот. Но он сказал, что, в общем сказать, это только в России так можно купить на биржевом рынке облигации. Это достаточно широко распространено, потому что именно в России есть огромное количество людей, которые не обладают теми огромными деньгами, которые, в общем сказать, там есть в мире у людей, которые торгуют на бирже. Поэтому в России вот биржевой рынок облигаций, в принципе, достаточно сильный и хорошо развит. За рубежом и во всем мире обычно эти евробонды продаются и покупаются на вне биржевом рынке. Ну и там сделки, как правило, от 100 тысяч долларов. Ну, вообще говоря, обычно начинаются они от 200 тысяч долларов. Такие сделки на вне биржевом рынке. И он рассказывал, как это делается. Это на площадке Bloomberg. Там это как бы, ну, построено по принципу, как Авито, буквально. То есть есть доска объявлений, на которой кто-то говорит, что вот я хочу продать там такой-то пакет облигаций вот на такую-то сумму по такой цене с такой доходностью. Ну и есть заявки такие же на покупку. И просто речь идет о том, что кто-то покупает эти облигации. Вот и все. Облигации на вне биржевом рынке можно купить все равно через брокера исключительно вне биржевой рынок евробондов. Он предназначен, вот этот вот Bloomberg, только для профессиональных участников рынка. Кто такие профессиональные участники рынка? Это крупные финансовые организации, это брокеры, это, ну, банки могут быть, это могут быть инвестиционные фонды и управляющие компании. И только через них можно покупать вот это вот евробонды. Ну, через управляющую компанию, управляющая компания просто сама, без вас покупает их банки, тоже без вас. А вот мы можем купить через брокера исключительно. То есть прийти к брокеру и сказать, что вот я хочу вложиться туда-сюда, и брокер вам предложит какие-то варианты, которые он найдет. Вот. И вы можете найти сами. Значит, есть в стандартам, оказывается, вот недавно я обнаружил B-Pipe, это класс инструментов в Квике. Для этого надо быть, ну, надо подключить Квик к глобальному рынку. Он у меня подключен, глобальный рынок, американский рынок на самом деле. Вот. И там есть класс инструментов B-Pipe, на котором как раз именно котировки Блумберга даются. Вот. Я пока туда не заходил еще. Вот. Но зайду обязательно в понедельник. Возможно, я об этом сниму видео. Вот. И они сказали, там нет стакана цен стандартного, даже графика нет. Но там есть вот эти вот объявления, есть котировки. И просто выбирается котировки, которые есть предложение из списка, которые вы хотите купить. Вы тогда обращайтесь к брокеру, говорите, вот я хочу вот такую, значит, сделку совершить. Брокер смотрит и он определяет, кто является контрагентом. Если контрагент надежный, то брокер заключает с этим контрагентом договор, покупает этот инструмент для вас и только после этого берет с вас деньги. Но предварительно заключает с вами договор о том, что вы гарантируете вот оплату этого евробонда. То есть там такая штука. Вот. Что еще было? Была еще идея такая, что евробонды можно купить с плечом. Это очень интересная возможность. Смотрите, есть евробонды, которые дают доходность, скажем, 5,8% годовых в валюте. Понятно, да? То есть есть евробонды, ну там даже был евробонд от Петропавловск, по-моему, вот, компания корпоративная, 11% годовых в валюте. И есть евробонды там квази-государственные. Например, ВТБ-23 рассматривался. Там вот тоже доходность в районе 6% годовых в валюте. Ну, почему на ВТБ такая доходность? Потому что ВТБ есть вероятность того, что будут санкции, поэтому там доходность немножечко выше. То есть цена на них чуть-чуть ниже, а доходность, соответственно, выше. Так вот, если мы берем что-то с плечом, то мы берем у брокера деньги в кредит. И если вы посмотрите на свой тариф, то плечо для покупки рублевых активов – это 16% годовых, как правило. Как правило, 16% смотрите у себя по тарифу. Так вот, плечо на валютном рынке, если вы увидите, или на валютные инструменты, плечо в валюте – это 5% годовых. То есть если вы берете кредит у брокера под 5%, то вы можете купить бумагу под 5,8% купонной доходности и получать дополнительно 0,8% купонного дохода. И они говорят, что, например, если у вас есть всего 50 тысяч долларов, то вы можете купить, уже можете купить облигацию, то есть в 100 тысяч долларов, и 50% от этой облигации будет взято на ваши деньги, а 50% в кредит с плечом. Можно, смотрите, еще один момент они как бы говорили, ну вот вы, например, купили облигацию одну, 200 тысяч долларов, да, она дает доходность, и вам внезапно потребовались какие-то деньги, ну, скажем, они говорят там, ну, 50 тысяч долларов, например, вам потребовалось, и что для этого надо сделать, там, ну, так сказать, как бы продавать облигацию или не продавать. Можно не продавать эту облигацию, можно взять, вывести деньги, 50 тысяч долларов, они сказали, просто, ну, сказать, на свои, как они говорят, кассовый разрыв, там, ну, по мелочам, каким-то там, квартиру купить, там, сказать, ремонт сделать и так далее, вот, ну, и, соответственно, потом, если у вас ожидается, например, они говорят, какой-то приход, соответственно, на короткий срок, возможно, вот такой кредит, этот кредит будет взят по ставке Репо, вот, и они объясняли там нюансы, что ставка Репо, она хитрая, оказывается, она достаточно, там, низкий процент, ставка Репо определяется на межбанковском рынке, опять же, на котором только профессиональные участники, но она плавающая, кредит берется по ставке Репо, когда, то эта ставка каждый день меняется, как правило, она меняется очень не сильно, но на всякий случай они советуют, в общем, не злоупотреблять этим и брать такой кредит только на короткое время по ставке Репо, я вот это выяснил, для меня это была новость, что ставка Репо меняется каждый день, то есть кредит берется, буквально каждый день возобновляется, кредит по ставке Репо, кредит по ставке Репо, это кредит под залог ценных бумаг, ну, в данном случае под залог вот этой вот облигации, вот, потом мы отдаем и, ну, как бы он возобновляется каждый день, Поэтому, как только мы отдали, соответственно, если ставка увеличилась, то, соответственно, увеличивается та доля, которая взята в кредит и так далее. Это все автоматически происходит. Что еще для меня были, какие новости? Ну, в частности, это не новость, просто было как подключение вот к этому эгрегору, коллективному сознанию. Значит, специалисты открытия предлагают, говорят, ну вот мы разработали тут несколько пакетов стандартных таких. Вот он пакет из пяти инструментов, который дает в среднем, так сказать, вот мы сформировали 7% годовых. Вот доходность от этого пакета, конечно, лучше брать из нескольких инструментов. Почему? Потому что там разные сроки выплаты купона, и тогда ваши деньги поступают, ну, купон-то выплачивается, как правило, раз в полгода. И, например, надо подгадать так, чтобы они равномерно поступали в течение года. Вот, ну, есть инструменты с разными сроками погашения, соответственно, тоже лучше брать разные. Ну, вот, говорит, мы подобрали такой пакетик из пяти инструментов, и такой шорох по залу говорит, ну, а какая стоимость пакета? Ну, друзья мои, это очевидно, 5 умножить на 200 – это миллион долларов. Вот, вот такая стоимость пакета, вот такие, значит, рассматривались. Ну, там дальше рассматривался пакет из двух-трех таких инструментов. Вот, что мне еще очень понравилось там, когда речь шла о налогообложении и так далее, поднялся один из участников, и спрашивает, говорит, ну, хорошо, ну, вот, предположим, я, значит, там на 10 миллионов долларов приобрел пакет, и, значит, вот он дает доходность там, ну, скажем, там, ну, речь шла 3% годовых в валюте. Ну, вот, ну, это супернадежные, так сказать, как бы инструменты, значит, сколько я заплачу налога? И вот, ну, они говорят, ну, да, вот, вы получите в год, соответственно, 300 тысяч долларов, заплатите 13%, 39 тысяч долларов в качестве налога, и на 270 тысяч, ну, вы как-то будете существовать в течение года, на 270 тысяч долларов, делим это на 12 месяцев, получается, ну, в принципе, как-то можно просуществовать. Вот такие простые расчеты. Ну, а сейчас я, смотрите, в конце видео вы увидите в последние 30 секунд ссылку на видео, которое я снял, и там будет три видео, они будут последовательно, в конце каждого видео будет ссылка на следующее. Эти видео доступны только по ссылке, только здесь, потому что они крайне, ну, скажем так, скучноваты для большинства зрителей моего канала, поэтому ссылку вы можете увидеть только там, только в конце, и вы сможете увидеть, что происходило на этом совещании. А кому не интересно, тому и не надо. Вот. Ну, а на сегодня все, я надеюсь, что вы посмотрите, что вы подключитесь к этому, и спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.